МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодняшнюю программу я начну с вопроса к аудитории. Кто из вас пользуется социальными сетями? Всех. А еще 10-15 лет назад никто не понял бы моего вопроса. Сегодня социальные сети настолько прочно вошли в нашу жизнь, что для многих это становится основным средством общения. Но что же таит в себе это понятие? Это действительно средство общения или, наоборот, разобщения? Сейчас пока трудно просчитать все побочные последствия увлечения социальными сетями. Итак, социальная сеть. Наверняка сейчас все подумали о ВКонтакте, Твиттере или Фейсбуке. Но мало кто знает, что понятие социальная сеть появилось задолго до появления этих сайтов и вообще до изобретения интернета. Его ввел социолог Джеймс Барнс в 1954 году. Изначально социальная сеть означала круг общения человека, где центром являлся он сам, а связи с другими людьми были социальными связями. Сегодня термин «социальные сети» получил новое значение. Это сайт интерактивный, наполнение которого создают сами пользователи. Первый такой сайт появился в 1995 году. Расцвет социальной сети получили в 2000-х. И сегодня для многих это уникальный и универсальный способ общения со многими людьми, которые находятся иногда на другом конце мира. Социальная сеть дает каждому жителю Земли возможность выразить себя и найти новых друзей и знакомых. Но не становится ли общение в социальных сетях заменой реальной жизни? Все больше молодых людей проводят время в интернете и теряют контакт с настоящей жизнью. Итак, сегодня мы ищем ответ на вопрос. Жизнь в социальной сети – реальность или ее иллюзия? Итак, сегодня мы снимаем печать недосказанности с такого явления, как социальные сети. Разобраться в вопросе нам помогут эксперты. Преподаватель социологии Тверского государственного технического университета Ирина Вершинская. И администратор одного из крупнейших тверских пабликов в одной из известнейших социальных сетей – Ярослав Губенков. Данные статистики говорят о том, что жители России больше всех остальных проводят времени в интернете около 7 часов в день, общаясь именно в социальных сетях. И для многих из них становится уже ненормальным жить реальной жизнью. Как вы думаете, почему настолько популярны социальные сети у людей, в том числе и у молодых? Популярность социальных сетей связана в первую очередь с особенностями виртуальной коммуникации. Изначально социальные сети определялись как совокупность неких узлов социальных акторов, то есть людей, и связи между ними по поводу обмена ресурсами. Но поскольку виртуальная коммуникация обладает определенной простотой, то со временем она стала очень привлекательна для людей с проблемами в реальном общении. Именно поэтому многие ушли в интернет, заменяя реальную и не очень успешную жизнь виртуальной, как альтернатива. Интернет проник во все сферы жизни, в общение, наверное, больше всего, мне кажется. Да, да, интернет – это средство коммуникации, средство массовой коммуникации в первую очередь. Ярослав, а вы что думаете по этому вопросу? Почему людям удобно и интересно быть в социальных сетях? Ну, я, наверное, соглашусь с экспертом, потому что люди в этом скрывают. То есть если они в жизни трудно с кем-то познакомиться, общаться, то через интернет, когда нет личного общения, это как-то проще выходить на контакт с другим человеком. То есть они раскрывают себя, может, больше в такой скрытой сфере, чем в открытой жизни. Вернемся к изначальному понятию – социальная сеть. Виртуальная социальная сеть создает для человека некий круг общения. На ваш взгляд, это опасно для коммуникации в обществе в целом? Как оно влияет на поведение молодого человека в социуме? Если говорить о социальной сети, опять-таки, в изначальном смысле, как о средстве обмена ресурсами, то, конечно, никакой опасности здесь нет. Но, как я уже сказала, к сожалению, большинство людей сейчас уходят в социальную сеть ради так называемого общения, ради общения. И, естественно, это накладывает свой отпечаток и на жизнь общества в целом, поскольку люди, если можно так сказать, разучиваются общаться, поскольку виртуальная коммуникация проще. Ну и, конечно же, социальные сети становятся полноценным агентом социализации, то есть воспитания, становления человека. Интернет, как известно, это слабо контролируемая, слабо регулируемая среда, где очень много информации, которая может навредить ребенку, молодому человеку и сказаться негативно на формировании его ценностей, его представлений о жизни в целом. Спасибо. Сегодня у нас в гостях постоянный эксперт программы «За семью печатями» психотерапевт Юрий Рыльский. Вопрос к вам. Что тянет людей на общение в социальных сетях? Притягивает всех людей на общение в сети. Огромное поле информационное, где можно быстро, легко получить информацию о чем-то или о ком-то, где можно о себе информацию сообщить, где можно пообщаться с кем-то, со своими знакомыми, с незнакомыми, можно пообщаться под своим именем, анонимно, там можно какую-то фантазию свою вот такую вот, так сказать, продемонстрировать. Вот это все притягивает. А что скажете по поводу того, что в интернете ты не обязательно должен быть сам собой? Ты можешь какую-то маску на себя надеть? Верно. Можешь надеть. Этим часто пользуются. Кстати, это очень часто приводит к тому, что бесконтрольные высказывания какие-то. Вот эта анонимность позволяет человеку вести себя, как он хочет. Она, знаете, такая дутая анонимность. Ведь не всегда люди понимают, что если там надо будет найти этого человека, его быстро и легко найдут. Ну вот хочется иногда побыть таким анонимом. И там можно же, там это разгул фантазии какой-то. Можно же быть каким-то большим, смелым, таким вот, удачным очень. То есть вот анонимность позволяет играть с образами очень сильно. Спасибо. Итак, причины, по которым люди проводят много времени в социальных сетях, разные. Я думаю, об этом нам лучше расскажет наш сегодняшний герой, для которого социальная сеть стала уже настоящей средой обитания. Встречайте, студент колледжа культуры имени Львова Андрей Титов. Кто-то в социальных сетях ищет знакомых, кто-то просто смотрит фильмы или слушает музыку, кто-то старых друзей находит, кто-то новых, кто-то, возможно, даже свою вторую половину. Андрей, когда вы впервые и зачем вошли в социальную сеть? Ну, это было около, наверное, пяти лет назад. Тогда это только активно начало появляться в нашей жизни. И это было модно, и тогда вот как раз все нахлынули на эти социальные сети, начали там регистрироваться. И я последовал за ними. Это был какой-то интерес, что-то необычное, хотелось узнать, что это социальная сеть, или найти своих знакомых. Ну, знаете, это был своеобразный мейнстрим, так называемый. Когда все спрашивали, а ты есть в ВКонтакте? Да, да, да. Итак, изначально, насколько я поняла, в социальную сеть вы зашли просто из интереса и желания узнать, что это такое, как и все остальные. А сейчас цели пребывания в социальной сети изменились? Ну, конечно, они изменились, потому что сейчас социальные сети растут, растут возможности. И сейчас, помимо простого общения в сети, привет пока и как у тебя дела, социальная сеть дает возможность поиска любой информации. Поскольку я студент, и в моем обучательном процессе всю свою информацию, которая мне нужна, я, собственно, наверное, ищу только ВКонтакте. Также, например, если брать ВКонтакте, то удобная площадка для, так сказать, пиара своего продукта. То есть я могу завести... Простыми способами. Да, я могу завести свой паблик или группу ВКонтакте и начать пиарить свой продукт. Неважно, фотограф я, снимаю видео или занимаюсь там какими-нибудь поделочками, дизайном каким-нибудь и продвигаю, собственно, свою продукцию. И, ну, несомненно, общение и общение, новые какие-то знакомства. Помимо того, что я там просматриваю жизнь каких-то людей, она мне интересна, я могу озадачиться поиском второй половинки. А это общение, оно как-то влияет на реальную жизнь, на отношения с теми же людьми, но в реальности? На самом деле, в моем случае, я думаю, нет, потому что, например, поскольку я студент, и студент вообще, я сам родом не из Твери, и часть моих знакомых, друзей и, конечно же, родителей остались в другом городе. Я нахожусь достаточно далеко от них и очень редко езжу домой, и интернет — это та самая возможность, не интернет, а социальные сети, это именно та возможность, когда я могу общаться с этими людьми. И я могу, например, со своими друзьями, со своей мамой общаться по скайпу, со своими сестрами, братьями я могу переписываться в одноклассниках ВКонтакте, смотреть, как растут их дети, просматривая фотографии, если они выкладывают какие-то видео, смотреть тоже видео. На самом деле, это никак не влияет на мою жизнь, хоть я и активно пользуюсь социальными сетями. А сколько времени проводите там? Ну, примерно 5 часов в сутки. Мне кажется, это много. Ну, знаете, это, как говорится, если я онлайн, это не значит, что я рядом с компьютером. Я прихожу с учебы достаточно поздно, я сразу же включаю компьютер, захожу в интернет, сначала проверяю новостные ленты, а потом я куда-то отхожу по своим делам, но периодически туда заглядываю и с кем-то, если переписываюсь. Ну что же, мы убедились, что социальные сети для нашего героя значат очень много, он очень много времени там проводит. Итак, хотелось бы задать вопрос психотерапевту. Избавиться от зависимости от социальных сетей сложно, по вашему мнению? И нужно ли вообще? Ведь многие люди, проводя время в сети, даже по 5 часов, не имеют зависимости. Как определить тогда рамки зависимости и независимости? Понимаете, для некоторых людей время в интернете – это их время работы или, предположим, единственное окно в жизнь. Есть инвалиды, которые ходить не могут, и вот они могут там общаться через интернет. Только есть люди, которые работают в этом пространстве, это их пространство профессиональной занятости. Тут фактор вот этого времени, он достаточно относительный. Важно, что делать там человеку. Вот он занят там чем-то, что его… Чем-то полезным или совсем бесполезным? Что будет его реализовывать в реальном мире, в мире обыденном, не виртуальном. Вот он зарабатывает там деньги, предположим, банально так скажем. Или осуществляет какую-то общественную работу, от которой есть прок, она полезна всем. Либо он там играет во что-то постоянно и бесконечно. Мы затронули сейчас такой вопрос, что социальные сети – это далеко не только общение, не только развлечение. И об этом я хотела бы поговорить с Ярославом. Ярослав, расскажите, для чего вы пользуетесь социальными сетями? У меня есть свое сообщество, которое… ну, новостное сообщество, которое занимается распространением новостей нашего города в социальной сети. То есть многие сейчас, когда уже практически очень мало народу смотрят телевизор, да, вся информация получает людьми через интернет. Ну, большая часть. Вот. Поэтому все, кто приходит, сразу начинают, включают тот же самый ВКонтакте, пролистывают новости, что такое произошло. Да, опять же, заменяет социальная сеть не только поисковые системы, но и новостные ленты. Но и новостные ленты. То есть сейчас даже уже очень малый процент людей заходит на какие-то интернет-сайты, да, и получает новость именно оттуда. То есть новостные. Все берут информацию первоначальную через социальные сети. То есть это уже… Ну, это и способ донесения информации. Способ донесения информации, способ продвижения товара, способ… То есть сейчас уже начинаются даже люди не делают сайт для какого-то товара, они делают в первую очередь страницу. Это быстрее удобнее. Это быстрее, это больше… Как для них самих, так и для пользователей. Да, это больше дает результата для продвижения товара. Если говорить о людях, сейчас это площадка для того, чтобы выразить себя с разных сторон, но очень много негативных явлений с этим связано. В частности, троллинг. Иногда он принимает достаточно жесткие формы. Недавно нашумевшая история о школьнице, чьи фотографии без ее ведома появились, откровенные фотографии появились в социальной сети, в каком-то тоже специально созданном паблике. Девушку довели до состояния практически срыва. Как относитесь к таким явлениям? Являются ли они какими-то… Продвигает ли их кто-то или нет? Или это берется, опять же, из самого общения? Ну, я считаю, что это было всегда. То же самое в подъездах Маша, три точки, там Петя такой-то. Это было всегда. То есть, когда даже не было интернета у нас в стране, когда был Советский Союз, то есть, я не считаю, что с появлением социальных сетей вдруг это как-то усугубилось. Просто это приняло другую форму. То есть, это теперь выкладывается в интернет, а не пишется на заборе или в том же подъезде или в… Хорошо. С плюсами социальных сетей более-менее разобрались. Какие-то очевидные минусы есть в них? Очевидные минусы? То, что, ну, меньше стали люди вживую общаться, если только так. То есть, то же самое вот общение с семьей, общение там с какими-то близкими даже друзьями заменяется общением в скайпе. Если можно взять там, сесть на автобус, на трамвай, доехать до другого конца города и пообщаться вживую, погулять на свежем воздухе. То есть, а люди сидят за компьютером, то есть, тратят вечер на сидение на стуле. Можно ремарочку из зала? Представьтесь, пожалуйста. Юрий, преподаватель колледжа Тверского. У меня такая ремарочка. Сейчас, когда мы говорили, когда приходит человек, листает новостную строку, вот и руководитель интернет-проекта нашего Тверского, и студент тоже одного из колледжей, мы забываем о том, что вот эти все новостные строки, они друг у друга повторяются. То есть, ты читаешь сначала та же новость на каком-нибудь ТИА, Твериград, которые тоже присутствуют в ВКонтакте, Афанасий и так далее. То есть, одна и та же новость, ты ее просчитываешь 10 раз. То есть, у нас появилась культура репоста, то есть, у нас нет и перепоста. То есть, у нас нет, народ разучился самостоятельно мыслить. То есть, он только постит те записи, которые ему нравятся, и таким образом ты читаешь одно и то же. То, что называют гламурью, ванилью и так далее. То есть, мы сталкиваемся с тем, что свобода мысли ушла из ВКонтакте и вот этих новостных лент. Далее. Она ушла, наверное, не из ВКонтакте, а от пользователя она ушла. К чему приведет вот это общество, о котором мы сейчас говорим, да, виртуальное? К тому, что книги исчезнут, народ будет говорить, как Эллочка-людоедочка. То есть, ни к чему хорошему это не приведет. Но эту мысль многие писатели-фантасты и современные писатели не фантасты высказывают. Я думаю, можно с ней согласиться. Спасибо. Наши герои-эксперты рассказали нам о плюсах и минусах социальных сетей, как они их видят. А что думают сами создатели социальных сетей о своем детище? Например, Марк Цукерберг, создатель сети Facebook, считает, что они помогают миллионам людей общаться. Сейчас давайте посмотрим, как эта идея преподнесена в фильме «Социальная сеть». Все хотят общаться в интернете со своими друзьями. Надо помочь им в этом. Друзья, фотки, профили, все, куда можно зайти, чтобы найти там всех своих знакомых. Но это не будет какая-то служба знакомства. Это как клуб, в котором мы будем президентами. Я сказал ему, что это здорово. Отличная идея. И не нужно ничего взламывать. Люди сами предоставляют фотографии, информацию о себе. И появляется возможность приглашать или не приглашать своих друзей присоединиться. В мире, где социальные структуры важнее всего, это просто бомба. Итак, сегодня мы видим, что идеи, которые закладывали создатели социальных сетей, сегодня уже стали реальностью. Давайте обратимся снова к нашим экспертам. У меня вопрос к Юрию Рыльскому. Вернуться к проблеме в зависимости от социальных сетей. Онлайн-общение. Чем оно отличается от реального? Что в нем такого, что заставляет людей проводить очень много времени в социальной сети? И это является какой-то альтернативой реальности? И насколько эта замена будет качественной? Чем отличается онлайн-общение от реального общения? Ну, то и другое тоже общение. Давайте так скажем, что и там, и там есть общение. Реальное общение существует, и виртуальное общение существует. А вот чем отличие? вам доводилось наверно быть день у костра конечно с разговаривать там с друзьями да еще где-нибудь на берегу реки да вы там могли купаться что-нибудь готовить на костре вот представьте себе это реальное общение а потом вы общаетесь с друзьями они там же на берегу реки у костра а вы на них через skype смотрите вот разница такая общение чувствует человек где даже не в том что он чувствует что вы чувствуете глядя на них через skype есть это вот общение реально понимаете она это общение с теми чувствами с теми переживаниями с теми жестами запахами этого места чем угодно это общение связывает все ваше тело с этим человеком с этой средой виртуальное общение она все-таки больше информационное общение когда мы можем передать какую-то информацию побеседовать что-то друг другу сообщить вот вы просто сами почувствуете разницу когда вы находитесь рядом с человеком и с ним общаетесь и когда вы смотрите через значит какую-то вот картинку эта идея такой некой камерности которую вы сейчас преподнесли показано фильме британском чат там молодые люди которые собираются пообщаться в интернете действительно по задумке режиссера приходят в отдельную комнату закрытую где показано все их взаимодействие я еще хотел дополнить насчет насчет жизни в интернете вот чем отличается и где появляется зависимость я в том что когда человек много времени проводит в интернете с этой картинкой вместе то он понимает что вот так картинка которую он видит это некоторая но такая виртуальная реальность но общаясь там особенно в играх каких-то либо в каких-то больших виртуальных мирах он начинает жить той жизни понимаете у него совершенно нормально теряется границы на до у него появляются переживания мотивы цели и вот они для него реальны и он начинает жить в этом мире вот это и есть перемещаться туда и когда он оттуда выходит в реальный мир он дезадаптируется вот если человек долго находится в такой среде виртуальной то адаптация в реальном мире она снижается человеку сложно меняется как у алкоголиков синдром отмены ты чувствуешь когда лишаешься виртуального пространства тюрсу себя немного не в своей тарелке ну скажем так есть некоторые вот синдром психической зависимости когда тебе ты лишаешься действительно интернета легко легко проверить вы можете посидеть дома там я не знаю два-три дня без без интернета и вот как вы будете чувствовать это как раз один из способов проверить зависишь ты от общения ну один из способов насколько ты туда загрузился да если ты легко это приносит ну наверное это все нормально а может быть так что тебя туда так сильно тянет что ты не в состоянии вообще ничего другое делать и таких людей достаточно вот так она может проявляться вот это дезадаптация зависимость если какой-то способ как вернуться к реальности есть конечно если специальные центры где занимаются уже реабилитации таких людей но начать может самого простого сам простой доступный способ сам контроль это когда вы в состоянии ли вы взять и выключить компьютеры пойти куда-нибудь я знаю что в мире уже есть клиники которые лечат зависимость и от интернета и от социальных сетей в частности вот такую рекомендацию дает доктор римской клиники доктор тониони он говорит что для того чтобы избавиться от зависимости человеку нужно воссоединиться с реальностью и вновь начать живое общение но жаль что он не дает такого короткого универсального способа как же это сделать ну что же чрезмерное увлечение сетями опасно для человека как оно влияет на более глобальные структуры не только на личность но и на общество спросим у ирины вершинской насколько общение в социальных сетях повальное глобальное влияет на коммуникации в обществе в целом влияние достаточно серьезное поскольку умение общаться коммуникативная компетентность как способность найти общий язык с любым человеком как умение общаться в любой ситуации это практический навык любые практические навыки приобретаются человеком только в ходе тренировок если мы меняем наше реальное общение на виртуальное то безусловно эти навыки не вырабатываются и рано или поздно реальная жизнь ставит перед человеком проблемы от которых не убежать в интернет ему приходится все-таки решать но этих навыков нет могут возникать какие-то сложности достаточно серьезные которые будут влиять на личность но поскольку общество это совокупность личностей и это приобретает определенную тенденцию то последствия могут быть могут быть достаточно серьезные какие например о чем говорил уже наш эксперт психолог это социальная дезадаптация то есть неспособность вести нормальную социальную жизнь мы уже затронули частично вопрос не только дезадаптации и зависимости от социальных сетей но их влияние на культуру на язык не каждого отдельно взятого человека а всех вместе всего общества да безусловно такое влияние тоже наблюдается поскольку коммуникации в интернете это коммуникация как правило очень простая именно с языковой точки зрения более того современная молодежь зачастую предпочитает сидение в интернете чтению книг как известно правильная речь и усвоение языка происходит в ходе чтения книг в том числе ну и думаю каждый из нас прекрасно наблюдает примеры такой вот безграмотности в интернете ну и более того к этой безграмотности относятся скажем так достаточно просто и не очень ее осуждают да есть такие тенденции некоторые высмеивают тех людей которые пишут неправильно но тем не менее жесткого осуждения нет и молодые люди как правило не серьезно к нему относятся то есть не пытаются ничего делать чтобы эту безграмотность у себя устранить если попытаться мыслить еще более глобально как по-вашему увлечение социальными сетями которые продолжают усугубляться к чему приведет наше общество как мы будем жить дальше если будем постоянно друг с общаться не вживую а через экран монитора я не стала бы рисовать картину в мрачных красках поскольку все-таки большинство из нас это люди которые воспитывались и приспосабливались к жизни в обществу в песочницах на игровых площадках у бабушки кстати это уже слабее относится к поколению которое я вот хотел об этом сказать да и для нашего поколения то есть для современной молодежи все-таки социальные сети это не такая серьезная проблема проходит определенный период интереса к социальным сетям когда у человека появляются работа семья дети как правило он достаточно спокойно отходит если не брать клинические случаи которые требуют вмешательства специалистов и помощи тех же самых психологов психотерапевтов а вот что будет современным поколением подрастающим которые проходят социализацию фактически в сети интернет это большой вопрос пока что прогнозов мы не делаем но в ближайшее время обязательно будут проводиться исследования какие-то данные появятся но и в конце концов мы впоследствии сами увидим к чему это приведет конечно здесь только хочется дать совет родителям детей не пытаться использовать интернет чтобы освободить себя от обязанности заниматься с ребенком развивать его ни в коем случае поскольку последствия могут быть достаточно серьезными именно для детей ну что же проблема действительно интересная многогранная и не такая простая как может показаться изначально мы уже выяснили что многие из гостей нашей студии проводят практически все проводят много времени в социальных сетях хотелось бы обратиться к вам что вы думаете является ли кто-то из вас может кто-то сказать что он зависим что ему постоянно не хватает общения онлайн представьтесь пожалуйста на дима студент я хотел бы сказать что я все таки считаю что мало кто находящийся в этом зале если вообще такие есть кто действительно зависим был бы действительно социальные сети тот же skype нам нужны для банального общения с людьми которыми хоть мы бы хотели общаться в то время когда я провожу время со своими друзьями я не захожу в контакт и не проверяю свою почту зачем они сидят передо мной поэтому все таки думаю что это действительно не такая уж серьезная проблема каждый из нас сидит в социальных сетях и но никто не проводит там все свое время но сейчас для многих стало кстати вот то о чем вы упомянули неким кодексом чести на встрече друзей личной убрать свои телефоны подальше все средства связи чтобы ни у кого не было желания написать проверить почту и так далее социальные сети это только чистая польза или чистый вред главная беда социальных сетей сейчас у современных подростков как я вижу работой с ними это вот эти флеш игры которые на платформах существует там одноклассники вконтакте где просто убивают свое время нещадно сокровища пиратов всякие фермы это просто ужас я смотрю тут подсмеиваются потому что видимо тоже играют и вот эти игры что они дают личностному росту ничего что убивают время вот это главная проблема сейчас социальных сетей на мой взгляд представьтесь меня зовут иван колледж имени коняева я захожу в контакт только вот ради того чтобы просто прослеживать исторические новости на которые были например я подписну группу стою памяти нашей победы я каждый день слежу как раз когда в какой день был освобожден тот же ну любой город нашей страны не только наша страна вообще вот великой отечественной войны только ради того я этого захожу в контакт прослеживать исторические новости а если не было социальной сети было бы проще или сложнее почему можно в библиотеку сходить не обязательно можно музея по музеям и вообще вот такой ну не то что поклонник я чту память нашей страну наших дедов прадедов я и по музеям езжу да и вконтакте я вот опубликовываю новости побед ну победы и и в музее также хожу и вот и патриотической работой в колледже занимаюсь я просто все это взаимосвязываю это все но если отказаться вообще от социальных сетей это будет удобно может даже удобно так спасибо максим немцов я хотел сказать о том что примеру для меня интернет внув в плане социальных сетей да это только информационный поток я не пользуюсь социальными сетями на компьютерах я пользуюсь в основном на телефоне и для меня это как для человека 21 века это только вот какой-то передатчик информации то есть я могу общаться своими друзьями и параллельно проглядывать новости а приятно это друзьям это не делаю всегда правильно то есть мне кажется это отвлекающий момент который если примеру еду в трамвае мне можно занять эти вот пару минут каким-то делом все могу посмотреть что происходит на украине еще где-то да в каких-то местах но общение реальное с вот таким общением пусть даже не с людьми а с информацией социальной сети разделяется или нет для меня лично разделяется потому что для меня существует ну то есть это вот информационный поток и общение я привык общаться с людьми вживую вот сказали да смотрим ради информации а где аналитика то все молодежь разучилась аналитически мыслить да я знаю что на украине творится допустим снесли там ленину голову разбили что а к чему это дальше может привести все ступор мысль дальше не идет так что эта проблема тоже есть только ли социальные сети на это влияют вы сейчас сказали про то что нет никакой аналитики до в интернете я правильно понимаю не в интернете а в социальных сетях вот но на самом деле это не во многих так происходит не у многих людей то есть если пример я просматриваю какую-то новость и она затронула меня я это как-то все-таки охарактеризую то есть если я делаю репост да ну то есть это и я это обязательно чем-то помечу то с тем что там я напишу свое мнение по этому поводу то есть я анализирую любую новость которая происходит возможно конечно это не со всеми происходит пользователями социальных сетей но вот лично у меня так и большинство моих знакомых делают то же самое то есть мне для этого и нужна в принципе социальная сеть что интересно что люди думают о событиях которые происходят можно даже добавить по этому вопросу да конечно дело в том что социальные сети они используются конечно же и для влияния на человека на какие-то социальные группы это мощный маркетинговый инструмент о чем уже говорилось но это конечно же средства и влияние на избирателей лекторат и также это прекрасная среда для распространения слухов а слухи как известно это один из инструментов тех же информационных войн поэтому я всегда призываю своих студентов очень очень критично относиться к информации которые они читают в интернете здесь идет речь не о том чтобы ее анализировать высказывать свое мнение о том чтобы сомневаться даже в достоверности поскольку информацию об одном и том же событии можно преподнести очень по-разному и соответственно вся информация в интернете она вот под таким большим знаком вопроса стоит только если источник не проверенный поэтому надо быть очень очень внимательными в этом плане дело пользователя как думать думать еще раздумать или его свернуть до уровня смайлов что касается вот что касается не умение анализировать я целиком и полностью согласна с коллегой с преподавателем поскольку он студенты первокурсники они очень разительно отличаются от тех кто учился даже четыре года назад пять лет назад именно в плане способности мыслить и анализировать то есть получается заметно все равно вот эти перемены очень заметно если вы поговорите с преподавателями они сразу вам об этом скажут а дальше это будет как то как думаете прогрессировать проблему вероятно да вероятно будет а какие-то способы ее побороть есть учить детей учить подростков работать с информацией это задача школы задача университетов но еще раз повторю это задача родителей ограничивать доступ детей к интернету и к социальным сетям в частности постараться оградить их вот от этих средств массовой коммуникации и конечно же разговаривать с ними заставлять читать те же книжки все что развивает умение мыслить представлять воображать и конечно же анализировать спасибо мы выяснили вместе с экспертами что иногда трудно просчитать последствия которым ведет увлечение социальными сетями как для отдельно взятой личности так и для общества его культуры и коммуникации в обществе современный журналист чарли брукер британский высказал в одном из своих произведений это был сценарик фильму такую мысль что в будущем он тоже занимался такими проблемами изучал насколько коммуникации влияет современные виртуальные на человека он высказал такую идею что в будущем будет создан сервис который поможет людям общаться со своими родственниками которые их уже покинули и создаваться эта модель человека будет именно из аккаунтов в социальных сетях из всего того что он сказал когда-то прокомментировал перепостил я думаю что это и есть наверное самый действительно пусть и фантастически гипертрофированный но действительно описанный путь которому приведут нас социальные сети социальные сети несут и положительное и отрицательное в нашу жизнь один из изобретателей интернета сказал что есть три вещи которые человечество с удовольствием переизобрело бы обратно это сигареты атомная бомба и социальные сети сейчас в завершение программы хотелось бы дать заключительное слово нашим экспертам юрий скажите как все таки не потерять свою личность за виртуальными масками как не затеряться в виртуальном пространстве социальной сети интернет это такое великое изобретение и он конечно очень сильно влияет на нашу жизнь это бесспорный факт и будет менять дальше нашу жизнь и как любое изобретение оно может и пользу приносить и вред и все таки вот интернет это инструмент всего лишь инструмент для реализации человека в его обычной привычной среде и вопрос к вам ирина как открыв для себя мир виртуального общения который несомненно несет в себе что-то положительное как все-таки не потерять контакт с реальным миром и не разрушить свои отношения с ним я советую очень четко следить за целями своего обращения к сети интернет и к социальным сетям то есть если вам нужна информация либо получить либо кому-то передать ради бога если вы хотите связаться с кем-то кто находится очень далеко пожалуйста договориться со своим другом о встрече на вечер сэкономить деньги на телефоне социальная сеть это прекрасный инструмент но если у вас есть потребность в общении самоутверждение то здесь конечно надо искать инструменты в реальной жизни то есть духовно развиваться может какие-то курсы личностного роста может обратиться за помощью к тем же друзьям родственникам то есть пытаться именно получать вот те самые навыки о которых я уже говорила это достаточно важно спасибо итак сегодня мы разбирались какую роль в нашей жизни играют социальные сети принесут они только пользу или вред ответ на этот вопрос кроется в нас самих тема виртуального общения занимала у мы людей задолго до сегодняшнего дня в пятьдесят третьем году рэй бредбери своеобразно предсказал появление социальных сетей он говорил о том что люди через далекие далекие годы будут общаться друг с другом посредством специальных телевизоров сидя каждый у себя дома об этом говорили братья стругацкие и даже академик сахаров своей работе мир через полвека сахаров отметил всемирная информационная система будет требовать индивидуальной активности и окажет глубокое воздействие на жизнь каждого человека сегодня эти слова в полной мере воплотились в реальность социальные сети глобальные сети влияют на жизнь каждого из нас принесут ли они благо или какие-то негативные последствия зависит опять же только от нас самих с одной стороны социальные сети снимают барьеры и помогают нам в общении с другой стороны отрывают нас от реальной жизни поэтому в очередной раз меняя статус или аватар помните что настоящие друзья и истинно интересные события ждут вас здесь в реальной жизни вы смотрели ток-шоу за семью печатями с вами была кристина пугачёва